Уважаемые гости онкологического центра, с большой гордостью и радостью хочу вас познакомить с возможностями службы лучевой диагностики, реализованными на базе нашего учреждения. Сейчас мы пройдем по кабинетам, я расскажу по возможностям аппаратуры, какие исследования мы можем выполнять в онкоцентре, как расширится объем помощи и структура помощи в нашем учреждении. Расскажи, пожалуйста, о структуре и оснащении двоевого отделения лучевой диагностики. Какое оборудование используется и какие методики используются в онкоцентре? Сейчас структура представлена кабинетами классической рентгенографии, два рентгенаппарата у нас есть цифровых современных российского производства и два маммографа. Один российский, один японского производства. Аппараты хорошие, позволяющие получить достаточное качество для диагностических, профилактических исследований. Плюс на аппарате японского производства, Fuji, можно проводить стереотоксические вмешательства, биопсии под маммографическим контролем. Для чего это делается вообще? Это делается для верификации каких-то образований, изменений молочной железы в тех ситуациях, когда мы не можем это сделать другими способами. То есть, грубо говоря, определить это доброкачественно или злокачественно? Да, да, да. То есть, это опция ценная, она представлена в Тульской области только у нас, больше нигде нет. Поэтому поток на эти исследования небольшой, но она важна, чтобы людей не отправлять в другие регионы. Рентген-аппарат Telemedics Amica цифровой в форм-факторе поворотный стол-штатив позволяет проводить исследования пациента стоя, лёжа, в функциональных положениях с наклоном рентгеновской трубки. Имеет опции для удобного позиционирования пациента стол, может максимально низко опускаться, чтобы пациенты маломобильные могли спокойно здесь расположиться. Здесь возможно проведение рентгеноскопических исследований. Есть компрессионный тубус, если необходимо, дополнительное давление на зону интереса создать. И также этот аппарат подключён к нашему ПАК-серверу, все данные с него уходят на единую информационную систему. У нас кабинеты ультразвуковой диагностики, 4 кабинета находятся в отделении, плюс 2 кабинета функциональной диагностики находятся в поликлиническом отделении, чуть повыше. Но также наши доктора там работают, они проводят исследования в рамках нашего отделения. Соответственно, все возможные опции ультразвуковых исследований доступны у нас, плюс какие-то отдельные могут быть исследования, более прицельно сделанные для пациентов онкологического профиля. Ну, допустим, посмотреть отношения опухоли с сосудами. То есть это как бы для этого и работают наши специалисты. Опять же, чтобы определить, да, есть те признаки качественной опухоли. В общей сети это не сделают. То есть для этого люди ежедневно смотрят на соответствующую патологию, они с ней хорошо знакомы и могут более глубоко проанализировать имеющуюся информацию. В кабинете функциональной диагностики ультразвуковые, где проводится эхокардиография, ультразвуковая доплерография сосудов, соответственно, мы, проводя эти исследования, определяем возможности пациентов пройти наше лечение, контролируем их состояние во время лечения, решаем какие-то неотложные ситуации, которые возникают во время лечения с сердечно-сосудистой системой. Аппараты позволяют проводить весь спектр ультразвуковых исследований для онкологических пациентов, исследования мягких тканей, внутренних органов, эхокардиографии, и также гинекологические и трансректальные исследования также реализованы. Имеются опции по проведению эластографии, по проведению контрастных ультразвуковых исследований, которые помогают в дифференциальной диагностике патологических изменений. Также в нашей структуре кабинет интервенционных вмешательств под ультразвуковым контролем. Это выполнение вмешательств, биопсии, пункций, дренирований под ультразвуковым контролем. Эти методики используются как с диагностической целью, когда нам нужно получить материал из образования, которое выявлено у пациента, либо как зона изменений, и с лечебной целью, когда необходимо отпунктировать скопление жидкости, которое могло сопровождать опухолевый процесс, либо поставить дренаж в плевральную полость, в брюшную полость, в какое-то скопление жидкости. Опять же, это все состояния, которые могут сопровождать опухолевые процессы на этапе первичном, либо на этапе уже проведенного лечения. Кабинеты компьютерной томографии более уже уровень тяжелый диагностический в корпусе на Калужском шоссе. Это три кабинета, плюс кабинет на Яблочково, и далее в этом году у нас будет еще пятый кабинет также на Яблочково. То есть пять кабинетов компьютерной томографии. Соответственно, все аппараты, которые установлены в этих кабинетах японского производства, Canon, современные, мы имеем фактически полную линейку аппаратов КТ Canon, которые позволяют решать все возможные диагностические задачи. В рамках наших потребностей и даже более. То есть есть аппараты, которые решают базовые потребности. Это проведение компьютерной томографии нативной, низкодозовой компьютерной томографии легких, компьютерной томографии с внутривенным контрастированием, одной-двух зон, не вопрос. Костей скелета. Есть аппараты, которые широкоапертурные, имеют больший диаметр гентри, туда, куда заезжает пациент, до 90 см у них вот эта вот дырка, куда заедет пациент. А для чего такой размер нужен? Во-первых, это для достаточно объемных пациентов может использоваться. Плюс это для топометрии, когда необходимо спланировать лучевую терапию пациенту и требуется специальная укладка. Когда не ровно на спине, там руки прямо лежат, а все-таки как какая-то там на боку, с поднятым головным концом еще как-то. Инсталляторы могут, специальные устройства, которые фиксируют пациента, использоваться. Вот для этих целей уже как бы нужно больше пространства и оптимально подходит данный аппарат. Плюс на широкоапертурном аппарате мы делаем биопсии под КТ-контролем. Опять же, это удобство доступа к пациенту, больше свободы для хирурга. Во время забора материала вот нужная опция однозначно. Плюс у нас есть аппараты с большим детектором. То есть он, аппарат стандартный, он в среднем сканирует 4 сантиметра за один оборот трубки. А широкоапертурный у нас есть Aquilion One, который делает сразу 16 сантиметров за один оборот трубки. И фактически, допустим, голову может сделать за один оборот, коленный сустав за один оборот. Это принципиально снижает лучевую нагрузку. Повышает качество и снижает лучевую нагрузку. И этот же аппарат позволяет делать компьютерную томографию сердца с очень хорошим разрешением. То есть там практически нивелируются артефакты от сердечных сокращений. Они сведены к минимуму. Опять же, можно брать пациентов с высокой частотой сердечных сокращений. Ты с большей вероятностью получишь качественное исследование. Мы находимся в одном из кабинетов компьютерной томографии, оснащенной самым современным топовым аппаратом в линейке компании Canon KT Aquilion One 640 срезов. Благодаря используемым технологиям на данном аппарате снижается лучевая нагрузка для пациента. И в том числе поэтому данный аппарат выбран как основной, где проводится низкодозовый скрининг рака легкого. На него маршрутизируются пациенты для проведения НДКТ легких. В пультовой кабинете компьютерной томографии рентген-лаборант вводит данные пациента в информационную систему, проверяет и, соответственно, подготавливается к проведению исследования. Проводит все необходимые настройки на аппарате, выбирает программу и запускает сканирование. Также здесь находится блок управления инжектором, с помощью которого производится введение контрастного вещества, пульт вызова пациента и кнопки экстренной связи с регистратурой. Далее мы говорим о трех кабинетах магнитно-резонансной томографии, которые у нас в составе отделения также присутствуют. Два кабинета в онкоцентре на Калужском шоссе и два кабинета на Яблочково. Сейчас мы проводим одно исследование где-то за 35 минут. 30-35 минут у нас человек лежит для выполнения МРТ одной зоны с внутривенным контрастированием. Аппараты современные, опять же, имеют полный набор, полный пакет всех необходимых для нашей работы опций, позволяют выполнять стандартные исследования, исследования с внутривенным контрастированием, исследования позвоночника, суставов, пожалуйста. И есть дополнительные опции по проведению ангиографии под МРКонтролем. Также есть опция по проведению МРТ сердца. Ангиография – это исследование сосудов. То есть мы на МРТ получаем картину сосудистого русла, но это используется больше при исследовании головного мозга для того, чтобы посмотреть сопутствующую патологию исследований шеи. Задачи не совсем онкологические, скажем так. Задачи больше – посмотреть сопутствующую патологию. Это тоже важно, в принципе. Ну да, конечно. Плюс еще мы имеем возможность проведения МРТ молочных желез. Опять же, опция не распространенная в нашем регионе и далеко не всегда доступная в онкологических учреждениях Российской Федерации. То есть у кого-то есть, у кого-то нет. Где-то это реализовано на базе мамологических центров. У нас вот, пожалуйста, три аппарата, и из них на любом можно сделать МРТ молочных желез. То есть у нас возможность по уточняющей диагностике для наших онкологов-мамологов присутствует. И мы регулярно этим пользуемся. Магнитно-резонансный томограф японского производства Canon с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, обеспечивающий основные потребности для проведения магнитно-резонансной томографии в онкологическом центре. Отличительной особенностью данного аппарата является сниженный уровень шума при проведении исследования, что обеспечивает должный контроль, должное качество исследования и удобство нахождения пациента. Также мы имеем возможность наблюдать за состоянием пациента через окно и с помощью видеокамеры, установленной в тоннеле аппарата. У нас как бы есть в наших загашниках две цедуги, ангиограф. Ну, это специализированное рентгенхирургическое оборудование, но этим пользуются уже не мы, рентгенологи и диагносты, а уже рентгенхирурги, люди, которые занимаются прицельно лечением пациентов. В онкологической практике в большей степени востребована компьютерная томография, как метод, который позволяет, ну, во-первых, решить многие вопросы, плюс сделать сразу несколько областей одновременно, плюс сделать это за короткий промежуток времени, то есть пациент находится 10-15 минут, в общем-то, в аппаратной комнате, да, плюс это все связано с минимальным вредом, который мы наносим пациенту, и, соответственно, мы получаем репрезентативную картину, которую можно от исследования к исследованию в том же виде получить и полноценно можно сравнить между собой, что очень важно в оценке динамики опухолевого процесса. У нас вообще с обучением в рентгенологии проблем нет вообще никаких. Огромное количество онлайн-мероприятий проводится, вот, и курсы можно бесплатные, пожалуйста, и семинары, и конгрессы, это все вот прям очень плотно идет, тут каждую неделю что-то приходит, примите участие, почитайте, посмотрите, то есть в этом плане самообучение абсолютно доступно, плюс мы докторов отправляем на рабочие места, то есть мы в том году полотделения у нас съездило в онкологический центр в Герцена, в Москву, обучались на рабочем месте, вот в этом году доктор уже в Рязань съездил, обучался на рабочем месте, ну, плюс я еще, как бы, участвую в обучении докторов, молодых специалистов, как бы, они все проходят через меня, мы с ними разбираем конкретные, их работу, конкретные диагностические случаи, и это тоже важный этап обучения, обучение на рабочем месте. А как обеспечивается радиационная безопасность для пациентов и для врачей? Для пациентов, в первую очередь, надо говорить о том, что лучевая нагрузка – это рентгеновские методики, там, где используется рентгеновское излучение. Рентгенография, маммография, компьютерная томография в нашем отделении. Соответственно, рентгенография и маммография в большей степени являются профилактическими исследованиями и несут за собой минимальную лучевую нагрузку, которую пациент может получить, даже не являясь пациентом онкологического профиля, не проходя у нас лечение в рамках скрининговых мероприятий. В рамках скрининговых мероприятий в законодательстве Российской Федерации определена возможная лучевая нагрузка 1 милизиверт. Что это значит? Можно раз 25 сделать маммографию, раз 50 сделать рентген грудной клетки. За какой промежуток времени? За год. Я к тому, что это безопасная нагрузка, которая допустима при использовании в скрининге, и та лучевая нагрузка, которая никак не повлияет, и это доказано, что никак не повлияет на какие-то отрицательные негативные эффекты воздействия рентгеновского излучения. Здорово. Я думаю, это очень важно, потому что многие пациенты думают, что сейчас пойдут делать лишний раз рентген. Более того, даже методика, опять же, скрининговая, низкодозовая компьютерная томография рака легких, это для курящих пациентов, она тоже укладывается в этот норматив. То есть те исследования, которые мы делаем, они укладываются в норматив 1 милизиверт, и мы не причиняем вреда пациенту, проводя этот скрининг. Еще раз, 25 раз можно в год? Это максимум. Это примерный расчет, зависит от того, какой аппарат используется. У вас современный. Есть цифровые аппараты, которые дают меньшую лучевую нагрузку, есть аналоговые аппараты, которые дают чуть большую лучевую нагрузку. За одну процедуру маммографии, когда исследование двухмолочных желез идет, пациент получает где-то одну десятую, одну двадцатую от этой максимальной дозы за год. То есть это допустимо. И более того, даже есть же естественный радиационный фон. Он в каждых населенных пунктах, на каждой территории разный. Есть радиационный фон, когда мы летим в самолете. Тоже там длительные перелеты, это все равно воздействие радиации. Я знаю, от зданий тоже есть радиация. Поэтому лучевая нагрузка, она в любом случае присутствует в нашей жизни. Мы чуть-чуть ее увеличиваем, допустим, до уровней каких-то территорий. И получаем важную диагностическую информацию, которая спасает жизнь в дальнейшем. То есть это нужно. Если мы говорим о пациентах, которые проходят лечение, которым выявлена какая-то патология, которым нужно динамическое наблюдение с использованием методов лучевой диагностики, то здесь однозначно действует принцип обоснованности и обоснованности определенного вреда. То есть да, мы даем лучевую нагрузку больше, чем в скрининге. То есть она может в далеком будущем как-то повлиять на пациента. Но мы понимаем, что для него это нужно. И без этого невозможно спланировать качественное его лечение. Поэтому для пациентов, которые получают лечение именно и которые обследуются с какой-то патологией, лучевая нагрузка может составлять до 200 миллизиверт в год. К примеру, мы сделаем одну компьютерную томографию трех зон с внутривенным контрастированием. То есть это грудная клетка, брюшная, полный стаз. И получим у среднестатистического пациента нагрузку около 25 миллизиверт. А у нас как бы 200 нагрузок. То есть смело 4 раза сделать контроль компьютерную томографию он может. Примерно такая же история с позитронной эмиссионной томографией, которая дает достаточную лучевую нагрузку. Но про маммографию рентген мы не говорим, потому что там она значительно меньше. И это можно хоть каждый день ходить, чтобы получить эту дозу. Но, конечно же, это не нужно. То есть показания к этим исследованиям должны быть определены. И они определяются лечащим врачом в соответствии с тем или иным заболеванием. ПДКТ есть в рамках государственно-частного партнерства в Тульской области. Оно расположено на территории онкологического диспансера. Это отдельное учреждение, которому мы направляем пациентов, опять же, по показаниям, в рамках территориальной программы медицинского страхования. То есть это бесплатно для них. Но услуги оказывает частная организация по договоренности между Министерством здравоохранения, нами и их странами. В Туле, да, находится? Да, в Туле находится, на Яблочково. ПДКТ – это метод оценки молекулярный. То есть он оценивает фактически физиологию тканей. То, как глюкоза, сахар усваивается клетками нашего организма. Вот, соответственно, вводятся меченые глюкозы с радиофармпрепарат на основе глюкозы. И идея такая, что если опухоль активно растет, то есть она потребляет много энергии, соответственно, она будет подсвечена вот этой размеченной глюкозой. И препарат ввели, сделали сканирование, посмотрели, где повышен метаболизм. Дальше, соответственно, глюкоза потребляется, разрушается радиофармпрепарат и выводится. Ну, во-первых, спасибо огромное. Прям очень много полезной информации. Я думаю, многие пациенты, у которых какие-то вопросы были в плане лучевой диагностики, в плане этой дозы, которую они получают, лучевой нагрузки, в плане безопасности, я думаю, очень много вопросов ты закрыл. Что бы ты им хотел бы порекомендовать в плане именно подготовки к лучевой диагностике, вообще какие-то рекомендации могут быть дать? В первую очередь, я бы рекомендовал не пропускать периодические медицинские осмотры, диспансеризацию взрослого населения, не бояться проходить маммографию, как скрининг рака молочной железы, для курящих пациентов поинтересоваться опциями низкодозовой компьютерной томографии, как методы, которые позволяют выявить рак легкого на ранней стадии, для пациентов, в которых выявлена патология какая-то, соответственно, не тянуть, обращаться в профильное учреждение для решения данной проблемы. Мы, соответственно, открыты, вы в ближайшее время можете попасть на прием к онкологу, и он, рассмотрев вашу проблему, назначит адекватные методы диагностики. Конечно же, исследование будет максимально информативно сделано и безопасно для вас. Обращаю внимание, что на отдельные исследования требуется подготовка. Это все расписывает доктор, и вы можете задать ему вопрос касательно моментов, связанных с проведением исследований. И не стоит бояться инвазивных диагностических процедур, таких как биопсия, образование молочной железы, и все образования щитовидной железы. Они абсолютно безопасны, в руках специалистов высокого уровня находятся, абсолютно безболезненно, то есть это все под обезболиванием проходит. Разве что вот только звучит страшно, а так на деле это отработанные методы, которые широко используются в онкологии. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова